Колонки, микшеры, микрофоны, удлинители и переходники. В радиорубке тесно, но Григорий Галишников и Павел Лохматов даже в таких условиях умудряются быстро наладить вещание школьного радио. Алгоритм своих действий они знают нуизусть. Оба уже несколько лет отвечают за настройку радийной аппаратуры. Начинаем все подключать. Сначала пилот, несколько розеток. Вот. Несем колонки, подключаем микшер. Нам нужен еще ноутбук для музыки. Все это подключаем, проверяем. Если что-то не работает, исправляем. В школьном радио все как в настоящем. Техника должна качественно передавать звук. Пока одни настраивают эфир, другие готовятся к записи. Кирилл Новикевич, Олеся Ильина и Юлия Бурова – одни из тех, чьи голос слышат ученики 20-й школы в информационных передачах. Ребята ответственно подходят к выполнению обязанностей диктора. Чтобы провести передачу, радиопередачу, нужно перед этим подготовить свою дикцию. Потому что если у тебя будет каша во рту, никто ничего не поймет. Для отработки четкости произношения ребята используют скороговорки и простейшие упражнения для артикуляции. Эти ребята неспроста взялись за работу на школьном радио. Старшеклассники входят в состав молодежной инициативной группы. А точнее, в ее пресс-службу. В нее входят дети активные, умеющие разговаривать, общаться с людьми. И они, соответственно, проводят единые информационные дни на школу. Тематика разная. Все зависит от каких-то знаменательных дат, каких-то праздников. Радиоузел в 20-й школе был всегда. За пультом по настройке звука в разные годы работали десятки учеников. Еще больше старшеклассников обучились дикторским навыкам. Как и много лет до этого, сегодняшние ведущие сообщают ребятам о новостях, ведут развлекательные передачи. В праздники школьные радисты передают в эфире приветы и музыкальные поздравления. Елена Грицкова, Евгений Шевцов, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.